Кондиционеры На драй крик Вот смотрю я на вас И думаю, ведь я же тоже был Неженатый, молодой, здоровый Красивый, а сейчас только Красивый Будет беседа так и называться Слово о красоте Беседа будет состоять Из двух частей В первой части мы будем говорить о внешней Тленной, приходящей Красоте А во второй части мы будем говорить О нетленной, неприходящей О той, которая имеет отношение К вечности Два вида красоты Я сразу хочу сказать, что я не буду Нападать на внешнюю красоту Это подарок от Бога, но тем не менее Завышенные ценности надо Ну как-то обозначить и разрушить Говорят, что красота спасет мир Мы здесь собрались для того, чтобы Спасти красоту от мира И знаете почему? Потому что В настоящее время Представления о красоте Очень и очень Искажены Вообще Очень трудно сегодня найти Не часто увидишь Настоящую красоту И даже когда ты ее замечаешь Кто-то пытается поднять ее на смех Ну мы сейчас им тоже покажем Итак, откуда же берутся Правильные понятия О красоте Где их взять? Может быть В красивых сериалах Может быть В салонах Автофирм Как ты думаешь, Валер? Вот, там не найдешь, да Где взять эти представления И понятия правильные о красоте? А может в фитнес-клубе, братья? Где взять эти понятия о красоте? У нас жил в деревне один мужик Который очень сильно был влюблен в свое тело Это было по всему видно И он Занимался бодибилдингом Ладно, не будем о грустном Вот И он, значит, очень и очень Чувствовал себя хорошо Уверенно И он думал И рассчитывал прожить до ста Он так и говорил своим коллегам по работе В один погожий день На его теле выскочил фурункул За короткое время В его крови пошли необратимые процессы И трех недель хватило, по-моему Для того, чтобы этого человека не стало И его красивое тело стало Забегаловкой для червей Ну, если точнее, то заползаловкой Кто-то скажет Фу, как некрасиво Именно я об этом и говорю Именно об этом и пойдет речь О том, что же такое красиво А что такое не очень-то и красиво Текст, который я прочитаю в начале Псалом 26, 4 Одного просил я у Господа Того только ищу Чтобы пребывать Мне в доме Господнем Во все дни жизни моей Созерцать красоту Господню И посещать храм Его Два важных вывода Которые я здесь увидел в этом тексте Первый вывод Место, где формируются Правильные представления о красоте Это Божий храм Божий дом Молодежь Есть разница, как будут развиваться Вкусы или представления о красоте Человек, который сидит Просиживает Где-то там за сериалами Телевизор постоянно смотрит На сайтах прибывает Рекламы бесконечные смотрит И все по сторонам вертит головой И тот человек, который любит Божий дом Любит собрание, любит церковь Любит служение, любит Бога И у них будет одинаковое представление о красоте Или, скорее всего, будет разное Скорее всего, будет разное Вторая мысль Важная Настоящая красота Сконцентрирована в руках Творца Только он может по-настоящему Сказать авторитетно Что такое красиво, а что такое некрасиво Даже если весь мир скажет Вот это красиво, а вот это некрасиво То это не имеет никакого значения Потому что последнее слово за Богом Он творец красоты Вся красота сконцентрирована у него В его руках И он имеет единоличную монополию На понятия правильные о красоте Потому что он автор красоты Как вы думаете, вот молодежь Например, сестра делает селфи И выставляет себя в инстаграме Во всех ракурсах красивых, как ей кажется Как вы думаете, это красиво или некрасиво? Вот я один раз посмотрел, мне показали И что-то так мне показалось некрасиво Вообще некрасиво Если раньше христианство украшало себя Украшало, точнее, учение С собой, своей жизнью То сегодня мы почему-то Начинаем украшать вот так христианство Селфи, разные позиции Разная одежда Инстаграм И желательно побольше подписчиков Вот это красота Наступила такая красота И мне хочется показать Где же действительно настоящая Истинная, ценная красота А где приходящая, скоротечная Пыль Я понимаю, конечно, неверующих людей Которые приходят в церковь И, может быть, у них понятия Немножко начинают правильно формироваться Со временем Но я не понимаю ДВРовцев Помню, одна сестра пришла с мира И она прочитала текст из Писания Прославляйте Бога и в душах ваших И в телах ваших И она старалась красиво одеваться Грациозно так ходить по улицам Чтобы слышать какие-то возгласы Типа вау И вот она идет И вслед ей Откуда мы такие красивые? Она так гордо поворачивается От Бога Она хотела Бога прославлять в телах Своих Вот Так понимает Поняла она этот текст Потом ей объяснили Она поняла, что это неправильно Она понимала Друзья, ну понятно Человек пришел с мира Ну а как Что сказать А человек, который воспитывался В христианской семье И у него такие понятия о красоте Что Диву даешься Итак Тленная красота Приходящая красота Вообще, друзья Желание красоты Оно заложено в нас Творцом Это не какое-то спонтанное Стихийное явление Которое Стало развиваться Без нашего Как бы участия Вот само собой Пришло и все Бог заложил в нас Потребность к красивому Это нормально Даже так и написано В 110-м псалме Третий стих Дело его Слава и красота Друзья Красота Вообще Это подарок от Бога Но к большому сожалению Не каждый может справиться С этим подарком Например Херувим Осеняющее Сверхсущество О котором мы читаем В 28 главе Иезекииля Он не смог справиться С этим подарком О нем так и написано От красоты твоей Возгордилось Сердце твое От тщеславия твоего Ты погубил Мудрость твою Я заметил Такую закономерность Как только человек Начинает любоваться С собой Своей внешностью Своими способностями Он вдруг Становится Почему-то глупым И потом Впадает в какие-нибудь Разные неприятности И потом его Отлучают от церкви Я уже неоднократно Слышал такие Рассказы И лично знаю Таких людей Которые были Очень нужными Для церкви И очень способными И талантливыми Но потом С ними Что-то Происходило Ужасное Они развращались Хуже неверующих И потом Когда спрашивали Их На улице Скажи Почему с тобой Это произошло Один и тот же Ответ Циклично Повторяется У всех Гордость 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 Человек Человек Который Начинает Что-то Себе Приписывать Думает Что он Лучше всех Красивее всех Способнее всех Впадает Вот в эту Гордость А гордость Доводит его До безумия И он в безумии Совершает Разные Дела Плохие Поэтому Друзья Человек Который Любуется Своей Внешностью Мы сегодня Говорим о красоте Не о способностях Это человек Который Уже на грани Глупости Находится Или уже В глупом Состоянии О нем так написано Вообще Красивые люди Почему-то Позволяют себе Больше вольностей Они думают Что им больше Позволено Ну раз он Красивый Значит ему Больше позволено Друзья Ничего такого Нет Подобного И в Библии Такого нет Что красавчикам Больше позволено Хотя в этом мире Именно так Социологи Психологи Они наблюдают Такую картину Что у красивых Людей Больше в жизни Сложностей Почему Потому что Им больше было Поблажек в детстве К ним Родители Относились С каким-то Лицеприятием Ой ты наш Красивый Наше милое Дитя И у таких Людей Больше было Проблем по жизни Потому что Они считали Что они Неординарные У них Внешность Красивая Отличающаяся Поэтому им Больше позволено По всей видимости Авесолом Имел такие Проблемы Об одной Такой детали Его красоты Библия Описывает Подробно У него были Красивые Что? Волосы Он любил Ходить в парикмахерскую Или нет? Не очень Не очень Сколько раз Он посещал Парикмахерскую? Иван Сколько раз Он посещал Не помнишь? Раз в году Он посещал Парикмахерскую И там Срезал Сколько? Примерно Два с половиной Килограмма Волос Сегодня Многие бы Об этом мечтали И могли бы Зарабатывать На этом А Весолом Любил носить Свои волосы Но Видимо Очень тяжелая Была ноша Ему приходилось Подстригать Кстати Друзья Именно Волосы Это то Чем мог похвалиться Этот мужчина Как раз И стали Для него Роковой Ловушкой Смертоносной Именно Своими Красивыми Волосами Он зацепился За ветви дуба И вот В таком Подвешенном Состоянии Позорно Как-то Вот так Умирал Повешенный На своих волосах Некрасивая ситуация Итак Друзья Всем хочется Чего-то красивого Красивой внешности Красивой обстановки Красивую машину Красивую жену Красивого мужа Красивых детей Красивую одежду Это Где-то в нас заложена Тяга к красивому Некоторые Не могут справиться С этой тягой И начинают Вытворять Всякие глупости Моя мать Рассказывала Как помню В детстве еще Она читала Про одну доярку Которая Где-то услышала Что молоко Омолаживает И она залезала В цистерну С молоком И там омолаживалась Пока наконец Ее там Не заприметили И дали ей срок Люди пили За милую душу Молоко А доярка Омолаживалась Друзья Но в тюрьме Там точно Омоложения нет Где-то Где-то она Просчиталась В процессах Омолаживания Человек Который Очень много Придает Этому Значения Впадает В некоторые Глупости И вытворяет Их Кстати Друзья Что такое Красота Один из наших Старцев Братьев Дал такое Определение Красота Это приятные Пропорции Между Костями И мясом Обтянутого Кожей Я думаю Вполне Вполне Можно Взять Это Определение Кстати Вы не задумывались Над тем Что красота Это очень Относительное Явление Вы знаете О том Что на ваши Вкусы И представления О красоте Повлияла Культура И общество В котором Вы живете Знаете Например В Древнем Риме В Древнем Египте Считалось Эталоном красоты Женщина С бритой головой Это был Эталон красоты Это была Такая культура Если только На одной России Проследить Как менялась Культура красоты Внешности Я имею ввиду Женской красоты То она Очень была Неустойчивой И из крайности В крайности Ее кидало Эту культуру Красоты Я Мне приходится Вести Брачные пиры И я эти вещи Порой Начинаю изучать Потому что Мне все интересно Что касается Этого вопроса Вот И Я как-то читал О том Как сто лет назад В Москве Мужчины Опубликовывали Свои объявления Кого они ищут То есть Они там Свои вкусы И приоритеты Отражали в своих Объявлениях Что они хотят Создать семью И очень часто Можно было заметить Желательно полное Желательно полное Вот даже можно Пусть старое Но лишь бы полное Вот Вот такие были Приоритеты А если Чуть раньше Копнуть То там наоборот В моде была Трость ветром колеблемая Время проходило Снова менялась Мода И Был период Когда барышни С Неразвитым Детским телом Были в самый Как бы Самый эталон красоты Так было Так было Только лишь В одной России Когда пришла Советская власть То Как бы Мышечная масса У женщины Стала Эталоном красоты Видимо Колхоз Надо было поднимать То есть Друзья Мода Она меняется Представления О красоте Меняются Культура Меняется И Наши Мировоззрения В обществе Они тоже Могут меняться В зависимости От красоты Вы прожили Два Кто-то Три Десятка лет И Вы Незаметно Вы Незаметно Были Атакованы Той культурой В которой Вы живете И Ваши Представления О красоте На самом Деле Это не Ваши Вкусы В полном Смысле Ваши Это Вкусы Навеянные Кем-то Реклама Сериалы Преподнесение Сегодня Стиль Это Барби Сегодняшний Стиль Красоты Самый-самый Модный Пройдет Время И на него Посмотрят Как на Какое-то Что-то Ужасное И Если бы Древние Посмотрели На сегодняшний Эталон красоты Они подумали Как смешно Понимаете Все меняется И понятие О красоте Оно Очень Относительное Кстати Если кому-то Кажется Что он Некрасивый Могу дать Совет Начинайте Смотреть На себя Долго В зеркало Потом Ты привыкаешь К этому Образу И потом Кажется Да вроде Ничего Еще Один Мальчик Спросил Подросток Своего Отца Это В нашей Церкви Отец Служитель Пап А почему Мирские Девушки Красивее Чем Наши Сестры Какой Неправильный Мальчик Кто Сказал Что Красится Это Красиво В Алжире Читал Такую Новостную Заметку В Алжире Новобрачные Начали Выяснять В суде Отношения Молодой Муж Подал Иск На свою Молодую Жену Потому Что Он Ее Видел Только Накрашенной А утром Он Видел Ее Ненакрашенной И Он Сказал Мне Показалось Что Вор Забрался В мою Квартиру И Подал Иск На свою Возлюбленную И Требование Иска 20 тысяч Долларов За то Что Он Обманул Его Чувства Она Обманула Его Чувства Понимаете Как Ужасно Это То Что Происходит Сегодня В мире Этот Случай Подчеркивает Что Такое Утверждение Что 90 Процентов Женской Красоты Состоит Из Мужского Воображения Вот Где Куда Бы Забраться И Там У меня Есть Дочка Маргарита Кто Помнит Маргариту Это Та Дочка Которая Знает Почему Нельзя Смотреть Телевизор Кто Был В Калифорний Ском Лагере Он Знает Кто Такая Маргарита А Ей Было Семь Лет Сейчас Восемь Я Как-то Ее Забирал Со Школы И Мне Нравится Разговаривать С Маргаритой Потому Что У нее Много Вопросов Она Мыслящий Человек И Она Спрашивает Пап А почему Нам Нельзя Краситься Я Говорю Дочка У меня К тебе Тогда Будет Вопрос А тебе Какая Больше Елочка Нравится Которая В лесу Или Которая Дома Наряженная Разукрашенная Она Говорит Чего Вы Все Замолчали Затихли Она Говорит Которая В лесу Почему Потому Что Она Живая Я Говорю Маргарита Мне Так Ценные Твои Вкусы Ты Так Правильно Рассудила Ты Действительно Дочка Правильно Ответила Вот Та Елочка Которая Дома Стоит Она Радует Глаз Она Вся Разнаряженная Она Вся Разукрашенная Вокруг Нее Хороводы Водят Там Может Быть Найдется Даже Подарок Какой Нибудь Вот Но Через Две Недели Она Будет Никому Не Нужна С Ее Снимут Наряды И Выкинут На Помойку А Та Живая Которая Не Уделяли В общем-то Большого Внимания И Хороводы Не Водили Вокруг Нее Она По-прежнему Живая Она Выделяет Кислород Под ней Может Спрятаться Зайчик И Она Очень Нужная В лесу Ты Очень Правильно Рассудила И Вот Мы С Ней Побеседовали Вот Так Про Елочки Домой Ее Привез И Обратно По делам На Машине Жена Звонит Ты Чего Я Наговорил Такого Я Говорю Ну Мы Рассуждали О Красоте Дело В том Что Губнушка Которую Подарила Неверующая Бабушка Теперь Находится В Мусорном Ведре Я Подумал Если До Семилетнего Ребенка Такие Вещи Доходят То Почему До Семнадцатилетнего Ребенка Такие Вещи Не Доходят Кстати Женщина Которая Регулярно Красит Свои Губы За Жизнь Съедает Два Килограмма Губной Помады Я Подумал Может Лучше Это Сразу Сделать Это Более Безболезненно По Крайней Мере Меньше Греха Чтобы Уже На Всю Жизнь Хватило Кто-то Сказал Что Прекрасное Не Нуждается В Дополнительных Украшениях Больше Всего Его Красит Отсутствие Украшений Сколько Сегодня Ужасного Человек Просто Издевается Над Своим Телом Посмотрит Что Сегодня Происходит Вокруг Какие Наращивания Друзья Если Кому Нужно Что-то Нарастить Я Могу Вам Порекомендовать Поехать Винемину Бальшику Это Допустимое Наращивание Вопрос Такой Почему На Внешней Красоте Нельзя Строить Основание Своих Радостей Почему Я Назову Три Причины Почему Нельзя Свои Радости Привязывать К Внешней Красоте Это Очень Неустойчивая Радость Первая Красота Суетна То есть Быстро Приходящая Мы Читаем У Исаии Сороковой Главе Шестой Текст Говорит Голос Говорит Возвещай И сказал Что Возвещать Всякая Плоть Трава И вся Красота Ее Как Цвет Полевой Как Не хватает Сегодня Этого Голоса Который Нам Рассказал Немножко О том Что Такое Настоящая Красота И о том Что Такое Приходящая Красота Как Нужен Сегодня Этот Голос Мне Понравилось Выражение Одного Финского Евангелиста Который Сказал Так Давно Читал Эту Фразу Пыль На ваших Ногах Возможно Была Когда-то Лицом Красивой Девушки Каждый День Мы Так Сказать Теряем Полтора Два Грамма Себя Своей Кожи Верхний Слой Кожи Мы Умершие Клетки Мы их Дарим Окружению Сколько Вы не Пользовались Пылесосом В своей Комнате Вы Никогда Не сможете Победить Пыль Потому Что Она Каждый День Исходит От Вас И Больше Всего В Пыли Как Раз Так Фрагментов Кожи Человеческой Ежедневно 600 Тысяч Таких Фрагментов Выделяется В Воздух Я Даже Посчитал Примерно Что Мы На Драй Крик Сегодня Оставим Полкилограмма Себя Приберете Все в этом мире Приходящее Это лишь Показывает Что Все Бренно Мы Теряем Себя Каждый День За жизнь Посчитанно Человек Теряет Где-то Отдает 50 Килограммов Кожи За жизнь Все Быстротечно Жизнь Очень Короткая Вторая Причина Первая Красота Суетная Почему Нельзя Привязывать Свои радости К Красоте Земной Второе Миловидность Обманчива Друзья Не на ровном месте Родились Такие Пословицы Кто Хочет Жениться На красивой Богатой И Умной Тому Придется Жениться Три Раза Я Никого Не хотел Обидеть Но Не на ровном месте Рождаются Такие Поговорки Дело В том Что Есть Люди Которые Успокоились На своей Внешности И они Хотят Дальше Развиваться И Если Кто-то Обратил Внимание На Внешность И Это Стало Для Него Определяющим Фактором Чтобы Сделать Свой Выбор И Никакие Другие Вещи Он Особо Не Смотрит Я Веду На Содержательность Человека То Такие Потом Очень Сильно Страдают Семейной Жизни Поэтому Молодежь Часто В погоне За Внешностью Много Много Теряет У Гоголя Есть Такое Произведение Невский Проспект И Там Описывается Некий Художник По Фамилии Пискарев И Вот Однажды Он Как Художник Увидел Красивый Образ В одной Девушке Просто Неземная Красота Он Был Готов Поцеловать Края Рис Этой Красавицы Такое Было У него Состояние Восторженное И В какую Депрессию Он Впал Когда Узнал Ремесло Этой Девушки Она Оказалась Страшной Блудницей И Он Не Мог Совместить Вот Это Противоречие Какая Внешняя Красота Уникальная И Какая Внутренность Испорченная И Гнилая И От Того Что Он Не Смог Это Противоречие Совместить В себе Самом Своей Голове Он Покончил Жить Самоубийством Есть Очень Много Красивых Девушек На этом Свете Но То Что Внутри Находится Человека Оно Настолько Удручает Окружающих Что Близкие Теряют Даже Радость Жизни Рядом С Таким Человеком Даже Если Он Самый Красивый На Земле Ребята Внешняя Красота Не Должна Являться Решающим Фактором При Выборе Спутницы Жизни Я Вам Две Больших Таких Подоплеки Которые Не видны На первый Взгляд Первое Когда Вы Выбираете Красиво И это Становится Решающим В вашем Выборе Имейте Ввиду Что Глаз Привыкает К одному И тому Же К одной И той Же Внешности То есть Если Грубо Сказать Приедается Я Не говорю О том Что Должны Потеряться Чувства Нет Я К тому Что На этом Нельзя Построить Глубокие Близкие Отношения Потому Что То Что Видит Глаз Каждый День Это Приедается Более Того Если В вашем Выборе Главным Образом Участвовал Глаз И Ничто Остальное То Этот же Глаз Вас Может Подвести В семейной Жизни Который Обратит Внимание Свои Взоры По сторонам В поисках Чего-то Подобного То Если Вы Выбираете Себе Спутника Или спутницу Жизни На основе Только Внешности То Скорее Всего У вас Будут Проблемы С целомудрием В семейной Жизни И Второе Кроме Привыкания Это Старение Она Не Всегда Будет Такой Значит Надо Так Построить Отношения И Сделать Выбор Что Когда Настанет Время Морщин Чтоб Мои Чувства Не Утратились А Наоборот Они Пошли На Усиление Если Мои Чувства Охладевают Оскудевают Потому что Меняется Внешность Моей Жены Значит Что-то Было Раньше Неправильно В наших Отношениях Так Быть Не Должно Я Верю В то Что Чувства Должны Возрастать У мужа И жены С течением Времени Вениамин Не знает Но когда Мы с ним Однажды Летели В самолете На Атлантическое Побережье Я Всю Дорогу Наблюдал За одной Пожилой Парой И Они Друг Другу Руки Положили И Периодически По руке Друг друга Поглаживали Я Обратил Внимание Как они Разговаривали Между собой Хотя Ничего Не слышно Было В самолете И тем более По-английски I don't speak English И Меня Это Очень Сильно Трогало Я Даже Смахивал Слезы Чтобы Вениамин Не видел Но Меня Очень Сильно Это Трогало И Я Еще Больше Удивился Когда За Ней Подъехала Вот Коляска Для Инвалидов Но Я Видел Что На Протяжении Этих Несколько Часов Пока Мы Летели Их Отношения Были Восторженно Благоговейные Друзья Я Верю В Такую Любовь Есть Одно Свидетельство Врача Он Рассказывает Как Часов Восемь Постучали Часов Восемь Постучали И Значит Он Не должен был Принимать Этот врач Принимает А это Дедушка Говорит Можно Я тороплюсь А куда Вы Торопитесь Ну Мне Нужно Покормить Мою жену Она В больнице Находится Ну Хорошо Ладно Давайте И он Неожиданно Для себя Решил Заговорить С этим Пожилым Человеком Скажите А почему Вы Так Торопитесь Она Разве Сама Не Да Она Сама Не Надо Мне За Не Ухаживать Я Боюсь Что Вы Не Успеете К Девяти Часам Вы Не Боитесь Что Она Обидится Он Говорит Нет Я Не Боюсь Что Она Обидится Дело В том Что У нее Болезнь Альцгеймера И Она Забыла Вообще Кто Я Такой То Есть Вы К Девяти Часам Торопитесь Чтоб Ее Покормить Зная То Что Она Вас Уже Не Узнает Да Скажите Но Ведь Она Вас Не Знает Уже Он Говорит Меня Мало Интересует Что Она Не Знает Меня Больше Интересует Что Я Ее Знаю И Когда Состоялся Этот Диалог То Этот Дедушка Взяв Там Свой Завтрак Который Он Сберег Для Жены Пошел И Он Долго Смотрел Врач В сторону Уходящего Старца И Про Себя Думал Так Вот Она Где Настоящая Любовь Он Даже Не Заметил Как Ронял Слезы Глядя Вслед Старику Друзья Я Верю Что Такая Любовь Это Настоящая Любовь Которая Не Построена На Внешних Каких Эффектах И Из двух частей Будет беседа Между частями Будет Участие Я Заканчиваю Первую часть И Друзья Давайте Будем Честными Я Назову Третью Причину Почему Нельзя На этом Строить Своё Счастье На этом Основание Своё Строить Внешняя Красота Актуальна Только Для Вопроса Влечения Полового Влечения Только Здесь Она Актуальна Эта Внешность Но Жизнь Не Построена Только Из Этого Намного Больше В обыденной Жизни Ты встречаешься С другими Вопросами Решать Нужно Какие-то Самые Разные Семейные Вопросы Как Быть С Ребёнком Как Быть Здесь Проблема Молитва Какие-то Переживания Общие То есть На самом деле Физическая Красота Она Намного Менее Актуальна В семейной Жизни Чем Какие-то Другие Более Важные Насущные Вопросы С которыми Ты встречаешься В повседневности От которых Не уйдёшь Поэтому На этом Нельзя Построить Основание Своей Радости И Обычно Ваши Ожидания Благ От красоты Они Завышены В семейной Жизни Вы понимаете Что слишком Перевешивали Этот вопрос Я заканчиваю Эту первую часть Хочу привести Опрос Такой организации Как ЮНЕСКО Они провели Опрос В 33 странах Среди женщин Как они думают На каком По каким Критериям Выбирают Их Мужчины Для устроения Семейной Жизни И они Начали Свой Значит Такой Опрос ЮНЕСКО И женщины Отвечали Так Большинство Ответило Что По Фактору Красоты Лица Это первое На первое место На второе место Они поставили Красоту Фигуры И потом Так далее Далее Не буду Упоминать Потом Это же ЮНЕСКО Опросило Мужчин Чтобы узнать Их мнение И какое Было удивление Что на первое место Мужчины Поставили Содержательность Чтобы Личность Была Интересная На второе место Мужчины Поставили Интеллект И чувство Юмора И только На третье место Они поставили Красоту Лица И на четвертое Красоту Фигуры В то время Как девушки Занимаются Своим лицом Своей Внешностью В это время Парни Думают О другом Найти Содержательное Найти Рациональное Зерно В человеке Чтоб он был Интересен Потому что С ним Жить всю Жизнь А красота Улетучивается И исчезает Причем Раньше Чем Ты думаешь Возможно Итак Это была Первая часть Сейчас Можно назначить Участие И потом Вторая Субтитры Субтитры ПЕСНЯ 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 Вопрос поступил. Я рад, что есть вопросы. Значит, вы не спите. Почему все отрицательные примеры красоты о девушках, сестрах, а не о братьях, парнях? ПЕСНЯ Возможно, этот вопрос требует конкретизации. Что именно за эти отрицательные примеры и что бы вы хотели услышать? Но если я догадываюсь правильно, что вы хотели бы услышать, то, скорее всего, это большей частью связано с физиологией. Потому что, прежде всего, как бы мы ни крутили, но прежде всего, братья обращают внимание на внешность, а потом начинают изучать личность, содержательность. Кто-то не начинает изучать ему достаточно внешности. Это связано с физиологией. Немножко у сестер иначе происходит процесс развития чувств. Там это не решающий фактор. В большинстве случаев я говорю о внешнем виде. Хотя, естественно, что и сестрам тоже хотелось бы красивых мужей. Это естественно. Этого не нужно стесняться. Моя цель всего лишь была показать, что если радость привязывать к внешности, то эта радость быстро приходящая. Если на этом сконцентрироваться. И я, наоборот, хотел помочь как раз таки сестрам. В то время, когда вы переживаете за свою внешность, в это время хлопцы ищут чего-то другого. А именно содержательности. Потому что им жить всю жизнь с этим человеком, если он будет неинтересный, он будет просто красивый, но неинтересный. Вряд ли он захочет жить с таким человеком. Поэтому, большей частью, даже это для вас, что ли, ну, некоторая подсказка. У меня же смысл-то моей проповеди не в том, чтобы изобличить, кого-то там на смех поднять. Ни в коем случае. Наоборот, подсказать. Чтобы вы излишне не переживали о тех вещах, которые вызывают у вас переживания. То есть, это даже больше, как бы, вам в помощь. А отрицательных примеров, конечно, есть и в ту, и в другую сторону. Несомненно. Ну, и я не скажу, что я не говорил об отрицательных примерах со стороны мужчин. Я даже начал с отрицательного примера, как человек занимался бодибилдингом. Но это не означает, что он был счастливый человек. Одного прыщика было достаточно, чтобы это красивое тело уничтожить. Вторая часть. Красота неприходящая или нетленная красота. Кто знает, в какой главе гимн добродетельной жене? Где написано больше всего про добродетельную жену? Притчи, какая глава? 31 глава. Наставление матери Лемуилу. Есть два текста, говорящих о красоте, и кажется, что они между собой противоречат. Вот послушайте, 25 и 30. Как будто бы красота это хорошо, и как будто бы красота это что-то плохо. В негативном, с негативным оттенком. Крепость и красота одежда ее, и весело она смотрит в будущее. О красоте тут хорошо сказано в этом тексте? Хорошо сказано. Дальше читаем в 30 тексте. Миловидность обманчива, и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Скажите, здесь оттенок красоты отрицательный, положительный или нейтральный? В тексте, который я прочитал. Какой оттенок красоты? Положительный, негативный оттенок или вообще нейтральный? Больше негативный оттенок. Противопоставление богобоязненной жены и красивой жены. Идет противопоставление. Почему так? В одной главе про красоту сказано с позитивом, и в этой же главе 5 стихов ниже, а красоте сказано с каким-то даже негативом. Друзья, это связано с чем? С тем, что красота в 25 стихе, она связана с внутренним содержанием. Она весело смотрит в будущее. То есть у нее есть светлый взгляд, у нее есть надежда, у нее есть упование. Она оптимистка. У нее есть зерно внутри, у этой женщины. Поэтому красота только будет лишь подчеркивать привлекательность этой добродетельной жены. В 30 тексте в отрицательном смысле, с отрицательным оттенком говорится о красоте. Почему? Опять же это связано с внутренним содержанием. Потому что она небогобоязненная. Поэтому красота у такой женщины, которая не старается бояться Бога, это очень слабый козырь для привлекательности. Слабый инструмент, потому что она быстро пройдет, она суетна. Вот интересно порассуждать над фантиками и конфетами. Взять фантик красивый, конфетку. Часто нас привлекает фантик. Если мы никогда не пробовали эту конфету, первое, что нас привлекает, это обертка. Если обертка красивая, интересная, хорошо там как бы бизнесмены поработали, маркетологи над оберткой, то есть интерес к этой конфете. Но это еще не обязательно говорит о том, что сама по себе конфета вкусная. И если вы знаете, что эта конфета не очень вкусная, но красивый фантик, вряд ли вы отдадите за нее хотя бы один доллар. Если вы будете знать, что там за этой оберткой скрывается. И наоборот, если вы знаете, что эта конфета вкусная, не раз уже пробовал ее, но фантик не очень интересный, вы вряд ли обратите внимание на фантик, потому что вы знаете, что то, что за этой оберткой, это действительно вкусно, там есть содержание. Что-то похожее, вот на этом просто примере, иллюстрации я показываю. Настоящий выбор, который должен делаться. Если брат по-настоящему ценит содержательность своей будущей жены, он будет именно туда, вглубь заглядывать. У меня есть друг, который, ну так определял. Он при каких-то обстоятельствах, на каких-то молодежных общениях пробовал говорить с разными сестрами. Там поговорил, там о том, о том, где-то о Писании, где-то о жизни, там, 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 немножко, он так разговаривал, был общительный. И когда он понял, что из всех тех сестер, с которыми он общался, вот это самое содержательное, он о ней стал и думать, ей сделал предложение, и они поженились, и он не жалеет. Я думаю, что вполне адекватный подход к решению семейного вопроса. Он искал содержательного, интересного человека, с которым было бы ему интересно. Друзья, ну а от чего содержательность зависит? От того, что туда положил. Например, если книжек не читает, не развивается, над собой не работает, а только у зеркала сидит, ну вряд ли это будет содержательный человек, готовый для семейной жизни. Вряд ли. И вряд ли он понравится серьезному хлопцу. Вряд ли. Понравится такому же легкомысленному. И будет семья. Что ждать от этой семьи, большой вопрос. Поэтому, друзья, фантик, он имеет, конечно, начальное значение для того, чтобы привлечь взгляд. Но, по сути, главную роль играет содержание человека. Текст, который стал заглавием нашего общения молодежного, дабы они во всем были украшением учению, спасителя нашего Бога. Меня не было на первой части, я не знаю, рассматривали контекст этого стиха или нет. Рассматривали? Не рассматривали? Это сказано по случаю, в контексте рабов. Рабы тоже стали обращаться ко Христу. И какая ситуация царила в домах, где содержались рабы? У зажиточных людей рабы были и дома, рабы работали и на поле. И те, которые дома, они были в более привилегированном положении. У них меньше было работы, и они даже где-то становились чуть ли не частью семьи. И это очень сильно расслабляло рабов. И они позволяли себе какую-то работу, особенно когда мало стимула, ну, выполнять спустя рукава. Они делали иногда это лениво, домашние рабы. Ну, так описывают историки. И некоторые рабы действительно расслаблялись. Теперь с приходом христианства, рабовладельцы подумали, ааа, это новая религия. Она лишит нас раб силы. С этой религией надо воевать. И тогда Павел обращается вот к этим рабам, чтобы они не сбрасывали с себя это иго, в котором они призваны ко Христу, а наоборот, чтобы они еще больше, еще сильнее, лучше работали на своих хозяев, и чтобы хозяева увидели, что, ааа, вот это да. Оказывается, если этот раб работал, ну, как бы спустя рукава, теперь он работает по-настоящему. Вот, а это хорошая религия. Спержин как-то спросил у одной служанки, скажи, дитя, как ты докажешь, что ты рождена свыше? Она говорит, раньше я, она служанкой работала, эта девушка, раньше я убирала там, где видно, а теперь я убираю и там, куда никто не посмотрит. Так она доказала свое рождение свыше. Человек, который по-настоящему ходит перед Богом, он старается все делать красиво. И, друзья, вот, когда раб начинал работать без какой-то особой стимуляции, но сердечно, начинал работать очень усердно, начинал работать, ну, великолепно в глазах своего хозяина, то это становилось украшением учению Иисуса Христа. Кроме того, рабы подозревались часто и в кражах, домашние рабы, что плохо лежало, они могли это все подтянуть. А там написано в контексте, чтобы не красть, чтобы рабы они не крали, но чтобы они работали, да, чтобы они украшали учение Спасителя нашего Бога. Итак, друзья, наши поступки, они могут украшать или наоборот, пятнать это учение. У меня вопрос такой возник. Скажите, а вот само учение Иисуса Христа, оно совершенное или несовершенное? Оно нуждается в каких-то дополнениях или нет? Не нуждается. А как можно тогда совершенное украшать? Как вообще понять эту фразу, украшать учение? Ведь учение совершенное, оно и так само по себе красивое, абсолютное. Зачем его украшать? Приведу иллюстрацию. Возьмем, например, идеально сложенного человека с идеальной внешностью. И он красив, безупречен. Если он обратится к врачу, чтобы ему сделали пластическую операцию, то, скорее всего, будет хуже, некрасивее. Как можно к идеальному, совершенному что-то добавлять? Он будет некрасивым после операции? Если же он оденется в некрасивую одежду, то его красота не потеряет своей актуальности, силы. однако одежда, которая будет некрасивая на нем, она будет подчеркивать, что у него вкусы не те. То есть она будет его как-то немножко позорить, если он там придет в некрасивой одежде. И наоборот, если этот красивый человек оденется в красивую эстетичную одежду, то эта одежда только лишь будет подчеркивать его красоту. Вот примерно что-то похожее и с учением Иисуса Христа. Оно идеальное. Оно не требует каких-то дополнений, чтобы кто-то еще написал одно Евангелие, чтобы его еще раз украсить. Не надо. Оно красиво, оно совершенно. Но от того, как мы его преподносим, от этого зависит, будет ли у человека аппетит, вкус к этому учению или нет. Если мы преподносим это плохо, люди не увидят этой красоты. Если мы будем преподносить это красиво, люди увидят эту красоту, этого учения. И они захотят быть тоже в этом учении. Таким образом, друзья, настоящая красота учения Иисуса Христа, она должна подчеркиваться нашей жизнью. Это неприходящая красота. Вы слышали такую библейскую фразу «горе, венку, гордости пьяных ефремлян»? Помните такое выражение? Что это такое? Что это значит за такая фраза? «Горе, венку, гордости пьяных ефремлян»? Дело в том, что столицей Ефрема была Самария. Самария имела такую географию или архитектуру, конструкцию города. Значит, холм овальный, и вокруг него располагался сам город, кольцом. И он как бы был венцом. И даже такое складывалось впечатление у посетителей Самарии, что как будто бы голова в венце. И они очень хвалились красотой своего города. Он был красив, Самария. Для них он был приятен, и они похвалялись красотой своего города. Но пророк Исаия говорит, «горе, венку, гордости пьяных ефремлян». То есть Самария, она будет взята. То, чем вы гордитесь, это скоротечно. Придет Ассирия и возьмет этот город. А чуть ниже мы читаем, что Господь будет, настанет то время, когда Господь будет диодимой, великолепной, славной короной, венком великолепным для Ефрема, для Самарии, для Израиля. То есть настоящая красота, она связана не с тем, как мы выглядим, а настоящая красота связана с тем, насколько мы в Господе. Насколько мы сближаемся с Господом. Я видел таких духовно очень красивых людей. Очень красиво. Которые готовы были выполнять такую работу, которая не на виду. Кстати, настоящие герои, они не на виду. И мы о них мало знаем, о настоящих героях. Потому что они не рекламируют себя. И те победы, какие они совершают ради Господа, это все не делается из этого какая-то реклама. И очень часто настоящие герои, красивые люди душой, они находятся в тени. И о них мало кто знает. Так вот, друзья, нашей красотой основной является Сам Господь. Чем ближе к Нему, тем красивее твоя жизнь, и тем красивее будет преподноситься учение Иисуса Христа. Пророку Иеремии было сказано взять пояс. Вот принцип урока с поясом. Помните, вот он ходил с поясом, потом его похоронил этот пояс. Он там лежал, смоченный лежал. И, в общем, он истлел этот пояс. Примерно суть такая. Когда народ Божий рядышком с Богом, плотно, возле Господа, он работает, он красивый, он нужный, он благопотребный. Как только снят с пояса, с чесла этот пояс, и похоронен где-то, закопан, он начинает гнить. То есть, когда христианин, верующий человек, находится вдали от Бога, он становится некрасивым. В нем начинает просыпаться все самое ужасное, нехорошее, даже если у него очень красивая внешность. И эта красивая внешность может стать отталкивающей. Я видел красивых людей, но они вели себя так, что эта красота их просто раздражала. Такой красивый человек с такой некрасивой внутренностью. Красота может даже просто раздражать. Друзья, есть нетленная красота. Я заканчиваю беседу. Очень красиво написано у апостола Петра про эту нетленную красоту. В 3 главе 1 Петра, с 3-го. «Да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы, или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, не смущаетесь, нет какого страха». Друзья, а вот если о Саре, она здесь поставлена в пример красоты. Она называла своего мужа господином. Скажите, а есть такой текст Библии, где она назвала своего мужа господином? Есть такое место Писания или нет такого места Писания? Есть такой стих или нет? Или только Новый Завет говорит так? Друзья, я нашел единственный текст, где Сара называла Авраама господином, назвала. Это когда она внутренне рассмеялась, когда в гостях были ангелы, и Сара подумала про себя. Да, она внутренне рассмеялась. Как такое может быть, когда господин мой стар? Ей ангелы про нее сказали, почему она смеется? Нет, я не смеялась. Ну, то есть это внутренне произошло. Но самое интересное, что внутренне хоть она рассмеялась, но внутренне она его назвала господином. То есть оказывается, что красота где-то находится там внутри. Здесь Сара поставлена в пример. Почему? Потому что называла своего мужа господином. Когда? Когда назвала его внутренне. Значит, красота это то, что находится внутри. Вот эта красота нетленная. Об этой красоте до сих пор все знают. Миллиарды людей узнали, насколько Сара была красивая. Никто не знал, как она внешне выглядела. Я иногда на браках задаю вопрос, кто был страшно красивый? Ну, кто-то Изавель называет. Вот. Сара была страшно красивая, потому что Авраам сказал, мне страшно из-за твоей красоты. Скажи, что ты сестра моя. Она была красивая внешне, но никто не может сегодня воссоздать этот образ. Зато о внутренней красоте узнали миллиарды людей. Друзья, красота это настоящая та, которая нетленная, неприходящая, которая имеет отношение к вечности. Кстати, я верю, почему бы нет, что от нашей внутренней красоты будет зависеть слава небесного тела. Красота небесного тела. Если этот человек был красив душой, если он был внутренне красивым на земле, то, соответственно, этому дастся, наверное, ему и степень какая-то красоты небесного тела. Я так про себя представляю, допускаю такую мысль. Итак, братья и сестры, молодежь, красота – дело хорошее. Бог – творец красоты. И когда красивого человека встречаем, надо не человеком любоваться, какой он хороший, а создателем любоваться. Какой он красивый автор. Какое у него перо красивое у нашего создателя, когда ты встречаешь красивого человека. Но зацепиться за это и построить на этом свое личное счастье – это очень шаткая опора. и недолговечная. Многие искатели эксклюзива, чего-то красивого, эстетичного, эти люди сегодня на обломках, разваленных руинах жизни, семейной жизни. Поэтому да поможет Бог искать прежде всего содержательности, внутренней красоты, чтобы мы по-настоящему были украшением учения Спасителя нашего Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok